Кто такой Владислав Сурков? И почему его называют черным кардиналом Путина? Об этом мы рассказали в предыдущей серии «Дорогих товарищей». В этом же выпуске мы разберемся, как он помогал Кремлю строить русский мир на захваченных территориях и какое отношение имеет Сурков к аннексии Крыма и девятилетней российско-украинской войне. Это человек одного хозяина. Он служит всегда одному хозяину. И мы даже знаем, какому. До последнего времени это был Путин. Я не убежден, что это сейчас так. Но до последнего времени это был Путин. Но в этих сложно подчиненных отношениях бывали и кризисы. Например, в мае 2013 года, после публичной полемики с президентом России, Владислав Юрьевич ушел в отставку по собственному желанию. Правда, ненадолго. Уже через пару месяцев Сурков всплыл. Формально он начал заниматься оккупированными территориями Абхазии и Южной Осетии в Кремлевской администрации. Я, честно говоря, хотел бы сдержаться от углубленного анализа строительных работ Южной Осетии по ряду причин. Но почему этот амбициозный политический деятель вдруг оказался на периферии? Чтобы разобраться в ситуации, вернемся к событиям 2005 года, когда Путин сделал важное заявление. Прежде всего, следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Сегодня уже очевидно, обращение Путина к Федеральному собранию Российской Федерации стало стартом кампании по исправлению ошибок и преодолению последствий крупнейшей геополитической катастрофы 20 века. Готовиться к воссозданию Российской империи и возвращать так называемые утраченные территории Бункерному помогал Сурков. Он считал, что никакой политики нету, и вот ее надо просто придумывать, делать самому. Потому что он считал всех неспособными это делать. Человек выстроил систему так, когда он сам творец политики. В России, как грибы после дождя, стали появляться разного рода политические и общественные движения. Повылазили из разных щелей православные олигархи, реконструкторы, философы разного рода радикальной направленности, в том числе откровенно профашистского толка. За этим стоит никто иной, как Владислав Сурков. Все, что касается молодежной политики официальной, это он курировал. Все, что касается общественных организаций, сектора НКО, это тоже было под его контролем. Все, что касается партийного строительства, это тоже был он. Именно Сурков непосредственно принимал решение, какой организации дать зеленый свет, а кому красный. Об этом свидетельствует первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Когда я пошел к Суркову, мы нас собирали все необходимое, чтобы создавать противорезы. Он говорит, ну слушайте, Михаил Горбачев, зачем он это вам? У вас все есть уже, ну зачем вы на себя вешаете его? Значит, он решает свои задачи. Он обижался, что я все время говорил, пока у нас будет Суркову вести дела по строительству партийной системы или системы партии, ничего у нас не будет. За то будет у тех, кто подчинен определенной идее и решает связанные с ней задачи. А Горбачев, которого считали могильщиком коммунистической империи, явно выбивался из общего утвержденного имперского контекста, как и ряд других политиков. Власти в стране много негативных энергий и протестных энергий. И те советчики, которые считают, что эти энергии нужно легализовать внутри страны, через всякие клапаны, политические проекты, заигрывания с недовольными, неправы. Эти все энергии нужно направить вовне страны, в первую очередь на запредельное государство, которое надо дестабилизировать и присоединить к России дополнительные территории. Вот так и предлагает действовать Владислав Юрьевич. В 2008 году Кремль бросил пробный шар и развязал войну в Грузии. Проверил реакцию мирового сообщества. Оттяпали Южную Осетию и Абхазию. Собственно, понятно, почему РФ начала реализовывать имперскую повестку. Необходимо было переключить внимание голодных масс и показать народу морковку. Мы не торговая империя. Мы империя некорысти и мы не рентабельная империя, если можно так выразиться. Мы такая вот, знаете, у нас что-то в голове. Мы про другое. О том, что в голове у Суркова, вынесла вердикт Примадонна Алла Борисовна Пугачева. И кто-то, тот же Владислав Юрьевич, сошел с ума. На самом деле он прекрасно понимал, что делал. После отставки в 2013-м он ушел в тень. Но работать над воссозданием Российской империи не прекращал. В этот раз целью была Украина. Это стало понятно в начале 2014-го года, когда тысячи украинцев вышли на улицы против власти, Сурков занимался тайной дипломатией. Он лично совершал вояжи в Украину, оценивая ситуацию внутри страны перед ее поглощением. В Крыму и на Донбассе я бывал еще зимой 2014-го года, в том числе незадолго до переворота. Сурков убедил кремлевских старцев, что они смогут быстро взять Украину в свои цепкие имперские объятия. Но ситуация явно вышла из-под контроля. Украина начала уплывать из рук. Полное поглощение страны откладывалось. Хотя россиянам удалось заложить некоторые мины в так называемые Минские соглашения. Их Сурков назвал одним из высших достижений российской дипломатии. Минские соглашения, кстати, давайте без лишнего пафса скажем, это во многом личная заслуга самого Путина вообще, да. Потому что они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса. Не могу представить себе соглашение. Однако уже в феврале 2023-го года Сурков признался, что даже не рассчитывал на выполнение Минских соглашений. Работая над Минскими соглашениями, вы исходили из того, что они должны быть выполнены? Нет. А это значит, что России нужен был не только Крым и Донбасс, а вся Украина, целиком. И Владислав Юрьевич готовил почву к большому рывку. Именно с его подачи кремлевская пропаганда заиграла украинофобными красками. Скобеева, Соловьев, Киселев начали нести полнейшую чушь про нацистов, США и радиоактивный пепел. То, что шло на телевидении, все, безусловно, согласовывалось с Сурковым. И те комментарии, которые давались, это тоже решал фактически он. В 2016 году в сеть слили переписку Суркова с представителями самопровозглашенных марионеточных республик, в которой он обсуждал планы раздела Украины на Новороссию, Малороссию и Галичину. Также он лично консультировал коллаборационистов. Хотел бы сказать огромное спасибо помощнику президента Российской Федерации Владиславу Юрьевичу Суркову. Цивилизованное сообщество по достоинству оценило кремлевского кукловода. Включило его в санкционный список разжигателей войны. На что Владислав Сурков, бравируя, говорил, что получил чуть ли не Оскар. Номинация на политический Оскар, своего рода констатация того, что мы все делаем правильно. Однако надежды взять Украину быстро, без шума и пыли, окончательно рухнули в 2019 году. После того, как на выборах проиграли абсолютно все креатуры Кремля, а победу в президентской гонке получил несистемный в украинской политике человек Владимир Зеленский. Человек без специфического коррупционно-криминального шлейфа, а значит, не подверженный теневому давлению извне. Не надавишь, не подкупишь, как это любил практиковать Сурков сначала в бизнесе, а потом на политическом поле Российской Федерации. Оставалась последняя призрачная надежда попытаться воспользоваться неопытностью молодого украинского президента и разыграть свою партию по ранее написанным нотам. Но на встрече нормандской четверки в декабре 2019 года Владимир Зеленский переиграл всех умудренных опытом политиков, чем вызвал гнев и нервную реакцию Путина. Путин ожидал подписания Минских соглашений и был такой довольный и вальяжный, как и все остальные, в общем-то. И вдруг Зеленский отказался подписать. Я думаю, что это стоило карьеры Суркову, без сомнения. Он в этот момент для Путина умер или стал врагом. Это было очевидно, потому что Путину очевидно было обещано, что соглашения будут подписаны, и это согласовано с Зеленским и Ермаком. И когда Путин вот так вот зазряс и ездил, это было его решение, что это последняя встреча с Зеленским, и впереди месть. А месть – это месть не только Зеленскому, это месть всей Украины. Вскоре после встречи в Верхах, в январе 2020-го, близкий к Суркову человек, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков заявил. В связи со сменой курса на украинском направлении Владислав Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах. Но была ли это реальная отставка? Или Сурков опять нырнул на дно, чтобы переждать бурю? А может, чтобы заняться новыми планами в связи со сменой курса на украинском направлении? Ведь архитектор русского мира всегда считал, что Украины как государства нет. После своей официальной отставки Владислав Юрьевич еще всплывет в публичном информационном пространстве в самые значимые моменты и заявит, что для реализации имперского плана Кремлю нужен только один сторонник. Путин, его фамилия, а он есть. Он за Донбасс, он гарантировал безопасность. В июне 2021 года Путин готовится отбыть навстречу в Швейцарию с американским президентом Байденом. Кремлевский диктатор лично решил заявить свои права на Украину. Настроен был решительно. Российская армия сосредоточилась для рывка у суверенных границ Украины. А вышедшие из медитации сурков в компании с одиозными Бородаем и Пеговым обсудили возможность принуждения Украины к братским отношениям. Конечно же, силой. Сила бывает разная. Не только военная. Есть еще сила спецслужб. Она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния. Принуждение силой к братским отношениям единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой. По мнению Суркова, Россия наконец дозрела, встала с колен и готова снова вершить судьбы человечества. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков опубликовал в независимой газете практически программную статью под названием «Долгое государство Путина». Напомнил, что у России было несколько форм государственности. Государство Ивана Третьего, государство Петра Великого, государство Ленина. И сделал вывод, что теперь появилось и встало на ноги государство Путина. И это надолго. Оказывается, естественное, нормальное состояние России — это постоянный прирост территорий, который, как правило, происходил в ходе кровавых войн. В этом, по мнению Суркова, заключается величие России. В сегодняшней статье, к примеру, есть такие слова, тоже процитирую. Россия вернулась к своему естественному, единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов. Еще раз, по мнению Суркова, читая Путина и его команды, единственное возможное состояние России — это постоянно увеличивающаяся и собирающая земли общность народов. Очевидно, встреча Путина с Байденом в Швейцарии не принесла ожидаемых результатов для Кремля. И за несколько дней до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года из-под поля снова раздался голос Суркова. В своей программной статье «Туманное будущее похабного мира» он в очередной раз посетовал о развале империи и якобы несправедливых границах. Впереди много геополитики практической и прикладной и даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко, и немыслимо оставаться России в границах похабного мира? Мы за мир, разумеется, но не за похабный, за правильный. Через 9 дней эти борцы за мир начали очередную кровопролитную войну. По масштабам боев, сопоставимую со Второй мировой. Безусловно, Владислав Сурков один из военных преступников, который причастен к организации этой войны и должен оказаться на скамье трибунала для военных преступников. После провала военного Блицкрига Владислав Юрьевич на год пропал с радаров. В апреле 2022 года появилась информация, что Суркова якобы арестовали за воровство средств, выделенных на аннексию Украины. Оппозиционные российские политики эту информацию не подтвердили. Скорее всего, причина иная. Катастрофический провал планов Путина. Все пытаются оправдать как-то вот то, что происходит, да, и на кого-то списать поражение, потому что совершенно очевидно, Блицкриг никакой не получился. Это позорная фашистская война, которая привела к санкциям, которая никаким хорошим исходом для Путина уже, понятно, закончиться не может. И вот они сейчас друг против друга борются, пытаются найти крайнего. Министерство обороны вполне себе может списать это все на Суркову, на эту команду. Когда стало очевидно, что Украину за три дня не завоевать и имперским чаянием России грозит полный крах, к идеологу Суркову на всякий случай приставили Саглядатаев, чтобы не дай бог не отправился на Запад выторговывать свою свободу. Как говорится, крысоловка захлопнулась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok